Добрый день дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем наш цикл программ беседы о насущном. Меня зовут Владимир Гольштейн. В студии рядом со мной организатор и руководитель центра Сан-Гейтс, путешественник, бизнесмен Майкл Мелехов. Майкл, о чем сегодня пойдет речь? Здравствуйте! Да, добрый день Владимир, добрый день дорогие наши радиослушатели. Мы сегодня действительно поговорим в рамках нашего цикла бесед о насущном, поговорим о самом насущном. Но самое насущное у нас по всей вероятности продолжает оставаться выборы. Элект-президент, как называется, выбранный президент Соединенных Штатов. Сегодня Дональд Трамп. На самом деле мы встречались неделю тому назад, сегодня 15 число, получается 15 ноября. Получается 8 мы как раз это был день выборов. Ну результаты всем известны. Победил действительно Трамп. И об этом уже много говорено, переговорено. Но теперь мы поговорим вот о чем. А что будет дальше? В связи с... Потому что новый президент, знаете как... Новая метла. Да, метет совершенно по-новому. Ну и здесь будет по-новому. Причем совершенно непредсказуемый вариант, как предполагается будет и как многие считают. И поэтому это большой сюрприз, вообще-то говоря, для многих американцев и для многих политиков. Почему вообще-то победил Дональд Трамп? Хотя, с другой стороны, как бы и не лучший кандидат была Хиллари Клинтон, потому что, в общем-то, были как бы кандидаты, которые потом сошли с дистанции, были значительно и сильнее, и как-то более предсказуемо, что ли. Но... Случилась маленькая революция. Да, что случилось, то случилось. Тут ничего уже, так сказать, не поделаешься, ничего нельзя изменить. Но... Я вот о чем хочу поговорить. Дело в том, что полгода тому назад я вел программу с одним астрологом, очень известным российским астрологом, который спрогнозировал. То есть, есть понятие прогноза, есть понятие предсказания. Вот. Но предсказание, это как говорил Павел Глоба, это как диагноз. Тут уже ничего как бы изменить нельзя. А прогноз — это прогноз. Ну, мы знаем, есть прогнозы с большей или меньшей долей вероятностью. Так вот, он это очень четко обосновал по своей системе прогнозирования. И вопреки всем и всяк, как говорится, то есть были, конечно, люди, которые предсказывали и прогнозировали победу Дома Трампа, но их было подавляющее меньшинство. И вот тут момент очень интересный. Потому что... А почему ж так? Мы полагаем, вот я в частности полагаю, о том, что, в общем-то, там, так сказать, сверху видно уже все. И есть такое мнение о том, что все мы, находясь на нашей грешной, бренной земле, мы все, как бы, куклы, которых некий там кукловод, дергай за ниточки, и мы делаем все. В том числе... Не сверху видно все ты так и знаешь. Из песни. Да, есть такая песня. И, так сказать, тоже это было все спрогнозировано и запланирована победа. То есть для чего-то, кому-то это надо. Сейчас мы оставим в покое вот тот вопрос, верю-не верю, потому что, ну, естественно, большинство людей не верят, так как не верят о том, что астрология – это наука. Дело в том, что астрономия – это вот о положении, скажем, планет, светил небесных на небе. Вот где они находятся конкретно. А вот астрология, чем отличается от астрономии? Тем, что она оказывает влияние на людей. И хочешь, не хочешь, но вот так люди действуют. Вот это называется природа человеческая. И вот это вот не изучено, поскольку, как бы, считается, что человек сам себе хозяин, бог, и он может делать все, что угодно, если он захочет. Но почему-то у него это не получается. Хочешь, не хочешь, но не получается. Короче говоря, ну вот оно свершилось. И вот есть такие прогнозы. Неважно. Предсказания. С разных мест, с разных сторон, что самое интересное. О том, что между конкретной датой выборов, то есть это ночь с 8 на 9, когда выяснилось электорально, когда выяснилось, что победил Дональд Трамп по электронному голосованию, и он должен взойти, так сказать, на престол, а дата его вхождения на престол, то, что называется, инаугурацией, будет 20 января. Так вот, между этими датами произойдет некое событие. Какое? Никто не знает, естественно, это только предположение. Но вот это событие кардинально изменит ситуацию, которая сложилась сегодня. Ну, поживем и видим. Мы поживем и видим. Времени осталось не так много на самом деле. Ну, то есть, уже сегодня проходят очень серьезные демонстрации и протесты против выбранного президента, чего, кстати, никогда не было еще. То есть, это просто такие демонстрации, такие протесты. Я смотрел в Ютубе, там выложены такие совершенно дикие какие-то съемки, как избивают людей, которые голосовали за Трампа, как избивают полицейских, которые пытаются остановить беспорядки. В общем, происходят какие-то очень и очень... Бурные события. Да. В частности, мы живем в Чикаго, это штат Иллинойс. Иллинойс – это город демократический. Посему, ну, логично, скажем так, предположить, что демократы против республиканцев. Республиканцев, поскольку мы, скажем, в США есть двухсистемное вот это вот распределение, то есть, а Трамп – республиканец. Ну, это еще не самое главное. Есть такие прогнозы о том, что, к примеру, даже если это и произойдет, и ничего такого, не дай бог, страстного и каких-то событий не произойдет, то, тем не менее, будут какие-то чисто, ну, не знаю, астрологические или эзотерические будут произойти какие-то события в следующем году. То есть, в 2017 году. 2017 год вообще необычный. Если отмотать на 100 лет назад, то тоже был 2017 год. Все это знают, поэтому, наверное, неудивительно. 2017 год необычный в каком плане? Ну, во-первых, это в 2017 году будет, не знаю, праздноваться или нет, но это будет столетие Октябрьской революции. Великой Октябрьской социалистической революции. Оберечь. Да. А революции – здесь ключевое слово. То есть, произошло какие-то очень серьезные глобальные изменения на карте и Советский Союз. Это действительно страна, которая одна из двух стран, Советский Союз и США. Это противоставление двух систем. Но вот есть еще одна такая вещь, о которой, как бы, ну, не хотят, наверное, говорить, и о которой, может быть, не знают. Существует такое понятие «баланс». То есть, как говорил Райкин, все должно быть увязано и укручено. Вот этот баланс, это можно привести как «иньянь», «черное-белое», «день и ночь», «мужчина-женщина». Зима-лето. Да, в какой-то степени. И вот две системы. Капиталистическая система, социалистическая система. Две конкурирующие великие державы, которой был Советский Союз и Соединенные Штаты. Советского Союза, как мы знаем, уже нету давно. И капитализм, по идее, должен был праздновать победу над социалистической системой. Не знаю, была ли это победа, где это было зафиксировано, но существует закон. Закон постоянства, закон вот такого равновесия. Если одна половина отваливается, то вторая не будет существовать. И таким образом, когда-то, в древности, это было две цивилизации, великие цивилизации. Это было очень и очень давно. Ведическая на первом месте, конечно. Обе они были, как бы, ведические, но одна была технократическая цивилизация, а вторая была духовная цивилизация. И ведическая была, как раз, духовная, наверное. Ну, они обе, еще раз, они обе ведические цивилизации. Это было тогда, когда, как бы, люди знали, веда – это знание, и они знали очень многие вещи, которые теперь неизвестны. Потомками вот той духовной цивилизации были арии. Ну, там, до этого Атланты и так далее. Ну, вот эти две цивилизации, как бы, они поддерживали равновесие. И вот произошло некое событие, и одна цивилизация погибла. И тогда вторая цивилизация тоже не могла выжить. И они, ну, вот изменения полисов, климата, да, магнитных полисов. То есть, юг стал севером, север стал югом, полиса сменились. Это было порядка 26 тысяч лет назад, насколько я помню, последние изменения. Но мы сейчас находимся на границе с этим. Можно, может быть, каким-то образом обратить внимание на погоду, которая сегодня у нас стоит. То есть, эта погода совершенно невероятно тёплая. То есть, если сегодня в Чикаго, которая славится не таким уж тёплым климатом, особенно осенью и зимой, сегодня это примерно 18 градусов тепла. А к концу недели будет даже 22. То есть, когда такое было? Когда 17 ноября. То есть, какие-то идут изменения. Ну, и перед тем, как грянет гром или начнётся, скажем, война, идёт артобстрел. Как всегда, это идёт подготовка. И вот эти события, которые происходят на каком-то политическом небосклоне и на геополитические какие-то во всём мире, сегодня идут вот эти вот волнения. В этой связи, вчера, позавчера у меня была программа с тем же астрологом, и он рассматривал карту жены президента Трампа, Мелании Трамп. И очень и очень серьёзная, это называется, синестри, то есть, соединение вот этих двух половинок, встали, которая даёт очень и очень серьёзные результаты. Ну, я посмотрел нумерологию её, и тоже очень интересная, очень сильная, вообще-то говоря, нумерологическая матрица у этой женщины. Но вот посмотрим, что будет в следующем году, поскольку именно где-то с марта по май месяц прогнозируются какие-то, в общем-то, серьёзные события, связанные вот с этой парой. С президентом Трампом и с первой леди, которая сейчас, как бы, выбрана. В мае 2017 года, да? Март месяц, май месяц, да. Я слышал, кстати, в отношении марта месяца, что всю цивилизацию могут ожидать какие-то потрясения. Вот ведического специалиста я это слышал. Об этом говорил Электор Сунов в одном из своих выступлений в Украине, о том, что в марте цивилизация может подойти к очень серьёзным событиям. Вся цивилизация в целом. То есть идёт речь, может быть, об угрозе какой-то войны, но вот что-то похожее мировое. Ну, день будет, год будет тяжёлый. Я ещё раз беседовал, вчера беседовал с очень известным человеком. Это женщина. Она парапсихолог, ясновидящая. Есть программа, выложена на Ютьюбе, Сен-Гейт-центр, Сен-Гейт-радио. И мы над этим беседовали. Ну, она сказала, на самом деле, что не будет как чего-то глобального, но то, что будет происходить какие-то серьёзные события, да. Глобального разрушения цивилизации, какая-то очень серьёзная война. Она этого не видит. Но там есть много нюансов. И мы в эфире не могли говорить об этом. Естественно, более того, мы ещё даже и не побеседовали после эфира, и об этом нет смысла пока говорить. Но во всяком случае есть такая поговорка, кто предупреждён, тот вооружён. Если говорить о бирже, к примеру, то вот я отправил в интернет-телевидение, интернет-ТВ Чикаго, у нас есть в Чикаго такое телевидение, и вот меня попросили, я отправил туда графики, что происходило в ночь выборов, то есть в ночь с 8 на 9 ноября. Какие были дикие перепады и стаб-маркета индексов евро-доллара и золота, и нефти, кстати. Так вот, сегодня, где-то утром было интересное такое, ну, для многих людей, которые в этом разбираются, было очень интересное такое событие. Речь идёт о долларе. То есть доллар достиг рекордной отметки за последние 15 лет. То есть за последние 15 лет он побил рекорд, и он вышел на уровень 100, ну, это имеется в виду условные единицы, 100.55. 100.55. То есть доллар сейчас стоит, вот по системе мировых котировок, он стоит 100 долларов 50 центов, стоил. По моим прогнозам, он должен быть где-то примерно 101, и вот в этом промежуточке 100.5 и 100.1, вот там будет находиться то, что называется линия сопротивления, линия резистанс, где он упрётся в этот потолок, так сказать, и после этого он должен всё-таки пойти вниз, не знаю надолго, намного, но во всяком случае пойдёт. Вот если он пробивает, да, если он пробивает вот эту вот черту 101 доллар, то тогда он идёт намного выше ещё, и это порядка 105, может быть 108. Что это означает? Это означает то, что вся валюта по отношению к доллару будет идти вниз. То есть, если мы говорим, скажем, о рубле, то, ну, у меня есть графики, я сейчас не хочу обращать на это внимание, но во всём случае, насколько я помню, вчера было 1 доллар 166 рублей. И я уже неоднократно отмечал, что где-то ещё в апреле месяце я прогнозировал, когда он был около 80, о том, что рубль, то есть доллар будет стоить порядка 60. Но сейчас он идёт вверх и будет идти таким образом, сохранится пока тенденция, во всяком случае. Хотя есть такие слухи, опять же, не знаю, предсказания о том, что доллар вообще будет, скажем, крэш. Исчезнет. Да. Как валюта. Причём скоро. На это есть основания, кстати, независимо от того, что он пойдёт, ну, всему своё время. Интересно тогда, что же будет вместо него, какая валюта появится в США? Ну, вот мы вчера как раз на телевидении Чикаго, мы как раз вчера беседовали ещё с одним представителем нашим о том, что тогда будет. то есть речь идёт об электронной валюте. И она, кстати, отмечала о том, что было когда-то, было там, ну, не знаю, прогноз-предсказание о том, что будет валюта единая, которая, скажем, будет объединять три страны. Это Соединённые Штаты, это Канада и это Мексика. Но вот, что будет проходить сейчас, происходить, мы не знаем, поскольку вообще это непредсказуемо. Я, это к тому, что Дональд Трапп заявил, что он оттуда выгонит всех, ну, Соединённых Штатов, нелегальных иммигрантов, а большинство из них мексиканцев. То есть построить стену и барьер тот самый, и вроде бы вот это тогда будет очень серьёзное мероприятие. Более того, это не только, кстати, нелегальные иммигранты, это мексиканцы. И тут очень серьёзный момент, поскольку тогда поднимается мусульманский вопрос, потому что это ещё более серьёзный вопрос. Мы знаем, огромное количество и нелегальных иммигрантов находится не только, кстати, в Соединённых Штатах, а в Европе. Огромное количество мусульманского населения находится там. Если что-то будет, то эти ребята, вот в чём их сила, кстати, они объединяются, они один за всех, все за одного. Вот в этом сила и это убеждение. И, наверное, на сегодняшний день надо отметить, что это, наверное, единственная религия, что может вызвать сейчас очень много споров по этому поводу, которая, действительно, люди готовы отдать жизнь за Аллаха. Шахиды. Это не только шахиды, кстати. Ну и все остальные. Нет, шахиды, когда мы говорим о шахидах, они забирают свою жизнь и ещё другие жизни. А тут просто свободы. Здесь они готовы дать, принести себя в жертву, потому что есть Бог, которого они просто поклоняются, обожают. И других, скажем, религиозных конфессий такого плана нет. Мы знаем, было, когда Каин принёс в жертву. Да, сына там или пытался, собирался, но... Абрам принёс в жертву, не Каин. Абрам принёс в жертву или собирался принести. Собирался принести, он не принёс, собирался принести. Да, совершенно верно. Ну вот, тут тогда могут быть очень серьёзные события. И полагаю так, что если такое начнёт происходить, то этого могут не допустить какие-то силы. То есть, никому не нужны вот эти вот волнения. И как раз, опять же, вчера была программа, которая называлась политкорректность. То есть, у нас сегодня существует, особенно в Соединённых Штатах, вот такое понятие. Мы приближаемся к Рождеству, мы приближаемся к Новому году. И это тоже, кстати, очень интересный момент, потому что уже оказывается, и ёлки не везде разрешают ставить. Потому что другие тогда конфессии скажут, почему ёлка? А почему тогда не, скажем, иудейская конфессия евреи скажут, почему не минору тогда ставить? То есть, это начинается конфликтная какая-то ситуация. И вот вчера отмечалось о том, что в Сиэтле ещё в 2006 году был такой прецедент, когда пришлось убрать си ёлки, поскольку тогда это мог вызвать какой-то, в общем-то, нежелательную окраску, и были бы тогда очень серьёзные волнения. Ну и, опять же, Мэри Крисмас, который всегда был Мэри Крисмас, и Хэппи Нью Йер, сейчас как бы уже и не отмечается, потому что, опять же, тогда могут и открыток уже нету Мэри Крисмас, как выяснилось. Да? Да? Интересно. Это, ну, где-то они, может быть, остались, но, во всяком случае, надо быть осторожным, чтобы пожелать Мэри Крисмас кому-то, потому что может последовать какая-то очень реакция неадекватная. Да, неадекватная и неожиданная реакция. Тут надо быть с этим делом очень-очень осторожным. Вот это дела насущные, о которых мы говорим. Дел, на самом деле, насущных очень-очень много в разных областях и отраслях. Чисто, скажем, это все какие-то вещи, которые, вот я рассказываю, они могут быть негативны, потому что все ждут какого-то события, и это событие не позитивное, скажем, событие, да? Но уж такой мир у нас вот так вот наустроено, поэтому мы должны быть ко всему готовы. Но если говорить о позитивных вещах, то, в общем-то, чисто, опять же, астрологически и чисто вот такая смена вот этих эпох, скажем так, то есть эпоха рыб, она технически сменилась. И наступила, в 2000 году, наступила эра водолея. А эра водолея это совершенно замечательная вещь, то есть это не инерция вот этих рыб, которые там где-то там плавают, понимаешь, на глубине. А водолей это полет мыслей. Застой закончился, начался расцвет. Поэтому вот технологические компании, они постоянно какие-то новшества. И это расцвет, да. Компьютеры становятся все более софистикетны, все более умнее, что ли. Эти телефоны, которые уже, вот я только вчера беседовал. Ну вот, что такое телефон? Но телефон нужен для звонков, правильно? Но для чего еще нужен телефон? Нет, почему-то туда вкладывают огромную память, и там можно и в игры играть, и там можно все что угодно. И телевизор смотреть, как бы, да? Ну, наверное, это интересно кому-то, только это же отвлекает от дел насущных, правильно? То есть, я приводил пример о том, что еще там лет 5-6 тому назад я был в Японии, и вот я наблюдал такую картину. Этого не было здесь, может быть, и больше это было, не помню, лет тому назад. Но в США еще такого не было всплеска того, что все сейчас не газеты смотрят, как в метро раньше смотрели, допустим, а там постоянное метро. Там это же остров на самом деле в Японии. И вверх, и вниз туда, там все под землей находится. Короче говоря, вот как сегодня везде во всем мире, то там вот было так, то есть все утнувшись в эти смартфоны свои, они все что-то тайпали, там постоянно смс-ки друг другу посылали. То есть общение идет вот таким образом. Виртуально мере. Да, то есть живого общения нету, когда кто-нибудь писал письмо, вообще-то говоря, обычной шариковой ручкой. То есть все сейчас печатают на компьютерах, и это называется прогресс. На самом деле это называется регресс, потому что если обратиться в древней ведической цивилизации, с чем, конечно же, многие не согласятся. Ну вот мы сегодня находимся по отношению того, где мы находились там 100, 200, 300 лет назад, так вот мы относимся к той ведической цивилизации, ну как примерно мы находимся в ясельном, даже не в детском саду, а в ясельном возрасте, потому что и то, что сегодня называют эзотерикой и паранормальными способностями, пара это значит ненормальными против нормы, а вот тогда это было все нормой как раз таки и письмо, и компьютеры, и ручки все эти это потому, что люди потеряли память о том, что они могли запоминать тогда ну скажем, большую советскую энциклопедию достаточно легко, то есть память была, пример этому Вольф Мессин, который запоминал совершенно сумасшедшие там какие-то цифры, тексты и так далее, такие люди, кстати, есть и сегодня, но это аномалия действительно, это паранормальное явление ну вот таким образом пока хорошо, Майкл, спасибо большое, думаю, была очень интересная беседа дорогие наши слушатели и зрители, если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте Майкл с удовольствием на них ответит все, что в нашей компетенции все будет разъяснено по мере наших сил спасибо большое за внимание с вами была программа беседы о насущном Майкл Мелехов и Владимир Грештеин до свидания спасибо дорогие друзья до новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok